доброй ночи друзья уже второй раз начинаем ролик отсюда хочу посмотреть что тут яйца живой но холодный живое яйцо проклюнутое смотрите проклюнулся но из-за того что у нее сидят утята она не греет того хорошенький тут уж тут слепой не очень хочется его и нянчить вот такая кучерявость у него прошла но вот эти глаза у него и пуповидно нехорошо втянулась короче я не знаю будет ли ли с него толк никаких особенных этих я не буду с ним делать единственное я но этот хороший я его посажу сейчас на одну ночь еще к этим все пусть сидит на одном яйце она реально холодная я боюсь его в инкубатор забирать инкубатор шумит утенок может как бы замереть и не потому что испугается а потому что сидел под уткой а тут непонятный шум короче я не знаю в общем пусть лежит утки она сейчас на него сядет он там проклюнулся пищит так что она его должна греть к утру надеюсь что он выведется очень плохо у нее идет вывод но если вы помните то я не подкладывал яйцо от той утки которую побили но которая сейчас сидит и вот возможно вот эти запоздалые и вот этот бракованный утенок это может быть от того что яйцо остыло и произошел какой-то сбой в развитии и так как пищит все я ухожу отыгрей одно яйцо ну вот так короче уходим утка пищит которая сидит 2 партию это нехорошо ну как есть все я забрал утят ушел так что все нормально на гусином сидит умничка все хорошо ладно пошли на тот двор какой красивый катусик ты гуляешь кисельчка это это тетянины красивый да ты чё среди ночи лазишь чё лазишь пёсель какой-то бездомный пробежал маленький не страшно кисульчка кисульчка без него то здоровайтесь все говорите доброй ночи сегодня я управлялся абсолютно полностью без вас как есть эти на антибиотики я вам говорил что все подсохнет вот этот сонный цыпленок они пьют антибиотик это тот цыпленок у которого вот желточный мешок не втянулся не скажу что он супер веселый но и не скажу что он нам какой-то слабый сонный вот так антибиотик у них вот этот энроксил видно вот так потом будут пить витаминку ловит вот такой потом будут пить коксидиостатик ну вот так поменял им пеленочку она конечно была не супер грязная но так как цыпленочек суточный мне нужно чтобы все было чистенько и и хорошо ну вот так все кушать насыпал кушают пьют вот этого вот этого слепого утенка на ночь пока выведется тот последний побудет он вот здесь я вам сразу скажу толку с него не будет то есть это мое видение но а вдруг понимаете то есть как бы я никаких на него надежд не возлагаю он слепой как бы глазик маленький и ну пусть посидит ночь в тепле вот так а цыплятки все в порядке все стали веселенькие шустренькие ну кроме того а так короче хорошенькие все такие накормленные знаете такие они как бройлерные вот с вид цыпленок как будто как будто бройлерная ты чё глаза не открываешь ты же не слепой а он не открыл глаза вы заметили пей ой открыл смотрите я он прозрел после того как я его напоил давай об все и глаза сразу открыл да ты ж придуряка такой от слова придуряться а не придурок я не обижал маленького цыпленочка у них 35 чуточку снизил у этих поставил 30 в этих поставил 20 потому что но этот этот отсек греют те и те то есть красная лампа здесь не включается у них 28 то есть из-за той красной лампы и той вот эти подросли им тоже можно снизить потому что вы уже и помещение жара можно 27 да можно даже 25 поставить они уже вас большие я делаю все на глаз то есть просто со временем чуть-чуть снижаю вы скажете почему сразу так капитально сильно снизил да потому что надо было постепенно уже снизить до такой температуры они у меня все сидели все сидели в теплоте а кушают они все хорошо цыплятки цыплятки забы полные все нормально водичку пьют сниппеля пьют из поилки пьют корм едят все веселенькие мертвых мертвых не нахожу как бы все в порядке вот карликовый цыпленок накормленный 2 черный карликовый ай-яй-яй 2 чёрный карликовый тоже накормлен короче красота вот так все пузатенькие все тяжеленькие у свиней ночная ночной бешен бешенство началось ночное да вы какие драконы ну хорошие мы лепешки выпили сегодня 15 литров сыворотки два ведра воды жара пьют много мочатся много чищу много но как бы подстилаю тоже много потому что нужно освободить синий там очень много вот этого мусора кролики до весны не доели сейчас кролики едят траву а вот этот весь мусор нашу подстилаю всем подряда подарочка подарочка ты такая девочка вы маленькие мои да будем дружить вот как с одаркой смотри какая подруга веч какая подруга и семен вот такой вот такой а вы будем дружить это прям толстуха толстуха я не могу с нее давай будем дружить давай знаете я вам вчера рассказывал то что я написала на одном сайте про голубику я вам говорю да вот реклама вы там ну как бы я не успел почитать там комментарий под тем роликом но знаете вот я хочу сказать вы когда приходите на рынок покупать деревья на рынке продавец вам говорит выбирайте ну правильно же то есть так как вы покупатель то вы имеете право за свои деньги взять то что вам нравится а тут на сайте девушка видео рекламировала голубику с цветом ну вот уже вся в цвету трехлетняя типа вы соберете с него урожай я на сайте я прям на эту историю ответил говорю то есть если вы мне отправите три куста вот таких прям цвету то то типа я согласен вот мой адрес отправляйте на что мне сегодня девушка может ну то есть хозяйка или менеджер я не знаю там кто у них есть отвечает типа не все кусты цветут и я не знаю какие вам попадутся типа отправляем я говорю нет не отправляем мне так не подходит это странно когда в рекламе девушка рекламирует голубику с цветком наку которого у куста на котором в этом году будут ягоды а отправят мне куст на котором ягод не будет по той же самой цене понимаете типа возраст трехлетний это очень странно это максимально странно вот интернет магазины просто вот по этому поводу обнаглели то есть если вы продаете голубику с цветком делаете рекламу то пожалуйста людям отправляйте голубику с цветком а если вы продаете без цветка то отправляйте всем без цветка а то знаете вот например у них 100 кустов да и 20 цветком и те кто те кому пришлют с цветками они над отпишут им отзыв хороший ой какая красивая голубика и хватит этих отзывов понимаете а те кто получит без цветов будут думать это что такое а реклама почему было с цветками вот почему так не потому что то есть как бы то что и не знаю как этот момент объяснить но короче интернет продавцы обнаглели вот я вам серьезно говорю так что вот так да я понимаю если там какой-то эксклюзивный товар там или еще что-то но а тут или вы сорвете пол килограмма голубики в этом году или не сорвете то есть как бы да все таки разница велика так что вот так давай хвостик тебе подергаю давай хвостик обам вот вот такой маленький хвостик маленький хвостик ладно вы не бойтесь тут тепло утяточек отдаем мамке пузатая скажите пузатая овсянка как всегда не такая пузатая манка прям пузатющая лысая девочка как ползает обормочки расползлись по всему загонщику короче я так понял мне заказа не будет потому что они мне не ответили ну дальше типа посчитали меня обнаглевшим а я считаю их обнаглевшим потому что я как покупатель знаете это как вот а потом это на рынке вот если если продает какая-то бабушка ну или ладно не бабушка если продавец который продает свой товар из дому он разрешает покупателям выбирать а когда стоит перекупщик вот с банановых ящиков обращали внимание вот я сколько раз полтаве по рынке ходил они говорят нет выбирать нельзя я как покупатель еще и не имею права купить то что мне хочется это странно а потом а потом еще после этого все жалуются что люди не хотят ходить на рынок а ходят супермаркет а скажите какая красота в супермаркете зашел а там все тебе разложили на на блюдечке и ты выбираешь ты можешь осмотреть обнюхать и чуть ли не попробовать любой помидор любой огурец и что угодно короче любой вид товара ты выбираешь сам вот поэтому люди перестали ходить на рынке а продавцы на рынках после этого жалуются вот так и с интернет магазинами ты хочешь получить товар который был в рекламе то есть понимаете я не написал что мне отправляете три куста написал пожалуйста отправьте мне такие как у вас был рекламе то есть девчонка стоит ну да я конечно повторяюсь но я немножко в этом в недоумении после этого это не нормально ну вот так вот так корм есть а водички нужно налить сейчас налью вот так два бормочка последних приехала ну надеюсь что не последних вот беленький он а максимально легкий то есть если сравнивать с коричневым коричневый тяжеленькие а этот беленький это тот утенок который который слабый из-за того что он светлый но как есть сейчас воды поменяю поменяю на эти водичку давайте вот так вот они сейчас соберутся в водичке я выхожу не будем ждать вот это их скучное передвижение включу им лампу потому что как бы жарко не было в помещении они находятся на полу это первое а во вторых они только выделись маленькой еще ну вот так у этих обормочек тоже почистил можно сказать первый раз топ от 100 подстилал а это решил все вычистить чистенько сухенько смотрите у беленького начались появляться перышки над крылышком а разница то в два дня мне написали что нужно их всех взвесить и а смысл какой как бы и так все понятно они меньше меньше большого то есть в нем килограмма в них чуть меньше ну как то так вот так а вон красавчик сегодня сегодня ему две недели ну вот такой новомочка тут водичку налил а корма досыпать не буду единственное это сейчас нарежу одуванчик а вот этого можно сделать на тебе а Вот так, давай, Кыш, 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 Кыш. Выходим, давай, Кыш, Кыш, давай. Давай, Кыш, Кыш. Ну, кажется, в общем, все в порядке. Все до одного Плюс-минус ровненькие Разница в размере еще и зависит От породы птички А тут сброд разных пород Так что одни чуть крупнее Одни мельче Но самое важное, что все шустрые Шустрые и веселенькие Короче, все здоровые и хорошие Корма досыпать не буду Много рассыпано, до утра пособирают Как-то так Яйцо Тут тоже все накормил Все это вот сегодня вот так Пять, одиннадцать Одиннадцать И вон там, смотрите, сегодня Сегодня скорлупа Не такая, как в прошлый раз, а Как змеиная Тонкая пленка одна То есть вчера было расклевано Такое яйцо А сегодня вот такое Сколько я посчитал? Три, шесть, девять, одиннадцать Двенадцать штучек сегодня Вот такие Девки Молодцы Ну, как бы У меня абсолютно нет претензий К перепелкам Несутся Несутся отлично То есть, как бы Ну Все Вы помните, что съедают Восемьдесят копеек А понесут Понесут Два пятьдесят В среднем Ну, все Все, девочки Этим тоже Обормотом Гусин им кину Знаете, на самом деле Их четверо Ну, как бы их чуть-чуть Вот так Адуван Чуть-чуть им кинул Они Не замазывают Загон Не Сами не замазываются Травы им предостаточно Вот такой Маленький объем Целыми листками Как запихаются Ну и И растут Соответственно Тоже хорошо Прям отлично Знаете Для сравнения Чтоб вы понимали Как бы Удобней Для сравнения Положить Какую-то Какую-то Ну, как бы Знакомую Для всех вещь Ну, вот Люди знают Какой Какой размер У определенной вещи И вы поймете Размер гусят Вот смотрите Это пол-литровая баночка Посмотрите На гусей Гусят там Две недели Баночка Игрушечная Да То есть По идее Гусенок Где-то Как пол-литровая банка Ну, я про большого Говорю А эти Ну, а эти Чуть меньше Но тоже Больше Чем литровая банка Вот такие Прям они Огромные То есть Очень быстро Растут И Много Кто из вас Написал Много из вас Написали Что Типа Не нужно Их списывать Со счетов Типа Вот эти Две серенькие Они пошли в мамку А значит Они мамуты В кого бы они не пошли Они не мамуты В дальнейшем Даже если будут покрываться С мамутом Могут навыводить Белый гусят А это нехорошо А если, например Продать кому-то яйцо Они будут ждать Вот такого серенького Гусенка У них вылезет белый Скажут А что ты мне продал А мне такой не надо Вот так Кто нагадил Кормушку А теперь бегаешь Убегаешь От этого От своей вины Паразиты Как-то Как-то так Друзья Вот так Вот так Бегают Детки Вот так Кругами Да Видели Пырей лежал Пырей лежал У них давно Часа три Они его не поели А одуванчики Одуванчики С такой С таким удовольствием Едят Прям Это их любовная Любовь Еще сейчас Начнется Молочай Они его Обожают Хотя Сколько лет Даю А мне все равно Люди пишут Что А его нельзя Нельзя Он ядовитый А они его Обожают Прям Жить без него Не могут Точно так же Как и кролики Цыплятки Едят Траву Да Что-то Грибутся Видите Ну вот так Едят травку Прям молодцы Не все Конечно Ну По очереди Но клюют Едят Нормально Витаминки Да Спят Ну короче Порядки Порядки Да Девчуни Дурехи Им нужно Досыпать Корма На Не сыплю Полную Мне не нравится Что Они не доедают А я потом Досыпаю 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 А они Не доедают И оно Все там Собирается В кормушке Вот так Хватит до утра Вот те Какие Шустрые Ну Вот такие Вот дела Киви Я посадил И хорму Тоже Посадил Оно Мне Тоже Не нравится Если Та хорма Которую я Садил Раньше Уже Дала Хорошие Ростки То это Выглядит Максимально Максимально Дохлой По другому Не могу Сказать Точно так же Выглядит Одна из Двух Киви Из двух Лиан На одной Есть живая Почка Но сама Лоза Живая То есть Как бы Очень смешно Очень смешно Мне написали На сайте Я написал Ну я им сказал Одно Киви Выглядит Хорошо А второе А второе Выглядит Мертвым Ну Сухим А мне Менеджер Там большой Магазин Скорее всего Менеджер Ответила Вам нужно Его реанимировать Корневином А я А я говорю Вы что Отправили эти кусты В этом В реанимацию Что ли Мне кажется Я купил себе Кусты Кусты Киви Чтобы Посадить И радоваться Как оно В детросте А не чтобы Заниматься Реанимацией Да Ну Как то так Да Я такой Недовольный Недовольный Интернет Магазинами Клиент Но я вам Говорю Как есть То есть Я вам Сонный Этот сонный Цыпленок Который Желточный Мешок Не убрался Говорю Как есть И Кустик Смородины Который Мне Подарили Прислали Как Подарок Посадил Тоже Посадил Обрезал Полил Надеюсь Что Ну Все Будет Живое Все Залил Хорошо Ну Как то Так Не будет Тут Опять Потоп К утру Капелька Собирается Все Вроде нет Тут не капает Тут нет Это вот Внизу И тут Все хорошо Все Такие дела Ждем Ждем Яйцо О боже Смотрите Четыре дня Или три дня Назад Распечатал Мешок 25 килограмм Молочня Конечно Его Переводит Капитально Как переводит Ну как бы Оно Не пропадает Но я имею ввиду Они настолько Его Перегаживает И выбрасывает Из камушки Я же его уже Цыплятам Сыплю Не куром Так что Так что Все нормально Вон петух Нужно Поймать И вот петух И вон петух Тут еще Предостаточно Ну Вот сюда Их нужно Пересадить А так Все хорошо Сидят Растут Вроде Все целое Слежу Никого Пропавшего Нету Здесь Свежо У них Они вот Возле окна Открытого Сквозняка Нету Но воздух У них тут Свежий Так что Все нормально Ладно Ребят Пошел я домой Почитал Почитал Комментарии Под Под посылкой Хорошие вы люди Все С отличным Чувством Юмора Тоже Поулыбался Почитал Ваши Все Комментарии Так что Как-то так Все Эти наелись Лепешки Пошли туда К лампе Легли И спят Охи Большие Буквально Серьезно Еще две недели И будут Шея Шея Вот До Вот этой доски Если не до Вот этой Вымахают Капитально Ну все Разгребли Все Траву Молодцы Все Всем Пока Пока